Здравствуйте, в эфире программа Диалог. Самым распространенным преступлением является кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Второй наиболее распространенный вид преступления – мошенничество. Какие преступления в Петропавловске совершаются чаще, чего стоит опасаться и как защититься от мошенников, воров и грабителей? Расскажет начальник отдела по надзору за законностью досудебного производства прокуратуры города Петропавловска юрист первого класса Саян Канатович Аскаров. Здравствуйте, Саян Канатович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об общем состоянии преступности на территории нашего города. За шесть месяцев текущего года на территории города Петропавловска прослеживается небольшой рост уголовных правонарушений, а именно на 3,1%, или 3257, с 3257 до 3358. При этом уровень преступности на 10 тысяч населения вырос с 308 до 310, что связано с увеличением количества населения в городе. Формула процента раскрываемости исчисляется у нас по тяжким преступлениям и особо тяжким преступлениям. На сегодняшний день раскрываемость у нас составляет по городу 89%. Кроме того, также хотелось отметить, что с 2015 года у нас на территории Республики Казахстан действует новое уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, которым введено понятие уголовное правонарушение, которое в свою очередь подразделяется на преступления и уголовные проступки. К уголовным проступкам относятся уголовные преступления, которые не представляют собой большой общественной опасности и причиненный ущерб по делам данной категории не превышает 2 МРП. И 10 МРП это касательно юридических лиц. А какие преступления чаще всего совершаются? Конечно, основная доля зарегистрированных преступлений приходится на совершение краж, хищение чужого имущества. А именно, львиную долю составляют эти данные преступления. На сегодняшний день это 56% или 1972. Рост регистрации краж на сегодняшний день составляет 16,8%. Если будем говорить о мошенничестве, то количество совершенных мошенничеств в текущем году снижен на 20% или с 371 до 295. Однако данный вид преступления остается также у нас актуальным. А какие самые частые способы совершения краж и мошенничества? Значит, на сегодняшний день наиболее совершаются кражи в автомобилях. Это в основном происходит в ночное время. В квартирах, в домах, в развлекательных центрах различных, торговых домах. Если будем говорить о мошенничестве, то способы их наиболее изощренные. И хотел бы привести несколько примеров. К примеру, распространено тоже. Приходит на ваш сотовый телефон смс-сообщение о том, что ваша карта заблокирована. И с указанием номера телефона необходимо туда позвонить для разблокировки. Вы набираете данный этот телефон, диктуете по незнанию, по своей доверчивости свой код. Мошенники пользуются этим, заходят в ваш кабинет личный и похищают тем самым ваши денежные средства. Другой способ. Вы размещаете в интернет объявлении о продаже того или иного товара, или имущества, движимого или недвижимого. На ваш телефон по объявлению вам звонят. Говорят, что вот так и так мы хотим приобрести у вас данное имущество. Однако есть небольшая проблема, мы живем в другой республике. И говорят, можете скинуть номер вашей карточки, мы туда закинем денежные средства. Вы непосредственно отправляете номер карточки, он вам перезванен, говорит, все, на ваш счет я закинул денежные средства, который вы указывали, о которой мы с вами договаривались, и одновременно вам говорит, что должна вам прийти смс о том, что поступили денежные средства. Вы берете телефон, смотрите, а там непонятный номер, похожий на код. Он говорит, это скорее всего транзакция, мне нужно ее подтвердить, вы код своей карты скажите, это будет быстрее. Вы диктуете, тем самым они успешно возводят в заблуждении и снимают вашу всю наличность. В этом случае вам необходимо, конечно, перед тем, как выдавать свой код, вам необходимо созвониться с тем банком, который вас обслуживает, и узнать подробно, с чем это связано. Также есть другой вид мошенничества. Это когда вы в интернет-пространстве знакомитесь с мужчиной, либо с женщиной, вступаете с ним в контакт, у вас идет обильная переписка, он втирается тем самым в ваше доверие и говорит, что вот, значит, я направлю вам подарок, договариваются с вами, говорит, что будь то это колье, будь то это телефон последней модели, к примеру, скажем, айфон. И он говорит, вам необходимо, я направил вам, значит, вот этот подарок, для того, чтобы его получить, вам необходимо рассчитаться за контейнер, потом он говорит, необходимо, чтобы вы его получили за страховку и так далее. Значит, вы перечисляете денежные средства, в последующем он вас вводит в заблуждение, и вы не находите концов и теряете свои денежные средства. Также в основном бывает зачастую, когда за определенные вознаграждения вам говорят, что помогут продвинуться в очереди для получения жилья, либо для устройства вашего ребенка в детский садик и так далее. Получают и также вас вводят в заблуждение и пользуются вашими деньгами. Значит, не следует доверять людям. Есть у нас на сегодняшний день все прозрачно, это все можно и отследить по интернет-ресурсам, везде есть ссылки, будь то Акимат, будь это Жилстро Сбербанк, которые какие-то есть льготные условия, если вы стоите в очереди. Значит, это все отслеживается, поэтому лучше лишний раз узнать, обезопасить себя. Вот несколько видов, которые на сегодняшний день распространены. А на какое имущество в основном посягают мошенники? Значит, посягают они, у них нет конкретного определенного, что бы, ну, в основном они посягают на денежные средства, золотые изделия, серебро. Значит, ну, разновидность очень большая. По фактам хищения, допустим, это также сотовые телефоны, в тамбурах это велосипеды, также это денежные средства. А какая категория граждан в основном совершает эти преступления? Градации определенной нету, это лица от 16 до 60 лет. А они ранее судимы в основном или нет, или это неважно? Ну, кражи в основном, конечно, совершаются лицами ранее судимы. Так, в текущем году ранее судимы у нас совершено 370 преступлений. В состоянии алкогольного опьянения у нас 84 преступления. Конечно, хищение у нас совершают, ну, кражи чужого имущества совершают в основном безработные, наркоманы, вот, у которых нет денег для существования, поэтому они идут на крайности и совершают. А вот что касается мошенничества, это, конечно, люди образованные, эрудированные, и очень умеют себя хорошо преподносить, грамотные люди в основном, кто совершает мошенничество. Скажите, пожалуйста, а какая-то работа проводится для того, чтобы, допустим, человек не совершал повторное преступление? Да, очень большую работу проводят правоохранительные органы, органы внутренних дел. Также непосредственно данную работу проводим и мы, сотрудники прокуратуры. Участковые инспектора на обслуживанных территориях собирают людей, сходы, объясняют, разъясняют. Непосредственную работу проводят с председателями КСК, значит, со стороны прокуратуры, это у нас идут публикации в газетах, в средствах массовой информации, СМИ, да. Мы брошюры распространяем, билборды тоже касательно мошенничества, хищения. Это все, эта работа проводится. И, как я ранее сказал, это послужило тому, что на сегодняшний день, по крайней мере, по мошенничеству мы добились снижения на 20% на территории города. А вы можете привести примеры по фактам о мошенничестве или кражам личного имущества, которые в последнее время у нас были совершены в городе? Могу привести несколько таких ярких примеров, если это будет касаться, значит, кражи на территории города. Двое граждан Алматинской области совершили, значит, кражу золотых изделий на сумму более 60 миллионов. В настоящее время уголовное дело находится на стадии завершения. Часть имущества, добытого преступным путем, изъята в Алматинской области. Значит, нужно быть бдительными, хранить свои золотые изделия в хороших сейфах, которые нельзя так легко вскрыть. Они должны быть песочными, тяжелыми, чтобы, значит, нельзя было их просто так или сорвать, или их вскрыть и похитить данное имущество. Также у нас на сегодняшний день, если будем говорить о мошенничествах, другой пример, посредством предоставления зерновых расписок, значит, граждане у нас нашего города предоставили зерновые расписки и совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием на сумму 122 миллиона. На сегодняшний день тоже уголовное дело находится в производстве, оно расследуется. Нужно быть бдительными, конечно, в данном случае. Нужно все проверять, значит, связываться непосредственно, если будем говорить о зерновых расписках с банками, с элеваторами, есть ли данное зерно на определенное количество, нет ли этого зерна, а кто является хозяином этого зерна, правильно ли там предоставлено или нет. Вот такие два примера могу привести, которые какой ущерб был, очень довольно-таки серьезный. А в каких местах чаще всего совершаются кражи? Ну, кражи совершаются у нас в домах, как я ранее говорил, в автомашинах, это в ночное время. Люди бывают в силу своей усталости в машинах, оставляют свои барсетки с денежными средствами, документами, сумки, вещи. Значит, в квартирах это бывает, что люди на ночь не закрывают двери свои. Такие есть еще? Да, есть, значит, путем выдавливания окна на первых этажах, поэтому органы внутренних дел, конечно, проводят определенную работу, чтобы они оснащали решетками данные дома, машины, значит, в машинах, чтобы свои вещи не оставляли, чтобы оставляли на специальных стоянках, где они должны быть, не во дворах. К кражи идет также колес, автомашин, да, у нас вот тоже имеются примеры, недавно только закончили уголовное дело, порядка 32 колес было похищено. А на сегодняшний день многие люди уезжают в отпуск. Скажите, как можно себя обезопасить? Нужно быть очень бдительным, внимательным, не доверять всем людям, кто кажется на первый взгляд хорошим, хочет оказать вам какую-то помощь. Свои вещи нельзя оставлять без присмотра. Нужно всегда, чтобы они были при вас, чтобы они были всегда в поле зрения и не быть доверчивым. А квартиры? Квартиры, они должны либо оснащаться, по мере, конечно, возможности, это нельзя посоветовать всем, они должны оснащаться хотя бы сигнализацией. Если нет такой возможности, вот работа проводится среди КСК, среди многоэтажных домов, чтобы они оснащались видеокамерой, допустим, тамбуры, вход в подъезд, чтобы камерами можно было отследить, кто в какое время прошел. Есть база у нас, образ плюс-плюс папилон, где можно потом в последующем, при совершении хищения, определить круг лиц, кто бывал в этом доме, опознание провести по данным программам. Вы упомянули камеры. Скажите, пожалуйста, насколько они помогают в помощи раскрытия? Значит, на сегодняшний день у нас на территории города установлено 74 видеокамеры, из них 4 камеры являются интерактивными. В совершении, для раскрытия преступлений они очень сильно помогают, как я ранее приводил, когда было хищение золотых изделий, более на 60 миллионов, вот я говорил ранее. В данном случае большую помощь оказали камеры, которые были установлены на больших перекрестках, на гостиничных комплексах, в скверах и так далее. Путем отслеживания выявили человека, выявили, где он находится, установили транспортное средство, по потоку посмотрели. И это способствовало раскрытию преступления, а ущерб, как я говорил, это очень серьезно был причинен урон лицам. При раскрытии хищения, допустим, с кафе, с ночных клубов, они тоже оснащены камерами. Сейчас на сегодняшний день юридические лица, хозяева данных о заведении идут навстречу, оснащают непосредственно камерами. И при совершении элементарных хищений чужого имущества, по крайней мере, больше половины может раскрываться по средствам просмотра видеозаписи. Скажите, пожалуйста, а действует ли на сегодняшний день такая программа, как соседский присмотр? Да, безусловно, эта программа предназначена для того, чтобы соседи, допустим, многоквартирного дома могли присматривать друг за другом. Это в каком плане? Тоже приведу один пример. У нас кражи бывают разными. Бывает распространенный вид краж, когда преступники гастролируют из города в город, совершают, допустим, кражи. Допустим, приезжают в определенный город, находятся там в течение 10 дней, совершают хищение, переезжают на другой город. В данном случае у нас имели место факты, когда, допустим, все кражи совершаются обычно с 9 часов утра до 18 часов вечера. То есть, когда большинство у нас является государственным служащим, они находятся на работе. В соседних квартирах бывает, проживают, к примеру, бабушки, дедушки, которые, когда звонят в тамбур и так далее, смотрят в глазок. И у нас было несколько фактов, когда из соседней квартиры позвонили на 102 и сообщили, что один молодой человек присматривается к квартире, измеряет замок, смотрит, проводит какие-то замеры. Непосредственно отреагировали, поехали. И я считаю, что органы уголовного преследования предотвратили данный факт. Таких фактов было у нас несколько, вот на это и предусмотрен соседский присмотр. Он дает свои плоды, чтобы они не могли совершать эти преступления. И несколько преступлений также было раскрыто путем сообщения, поскольку вообще кражи из квартир, они очень доказываются сложно. И получается, сейчас похитители, скажем, часового имущества, преступники, они очень грамотные, не оставляют отпечатки пальцев, как это показывают, допустим, в фильмах и в кино. Но вот берут либо строго денежные средства, либо, допустим, вот и изделия, либо ювелирные изделия. Поэтому доказать очень сложно, если нет свидетельской, допустим, базы. Вот было у нас раскрыто несколько преступлений, когда в момент совершения кражи сосед позвонил, сообщил. Значит, оперативная группа приехала, поймала на месте преступлений с добытым имуществом преступника. Было раскрыто данное преступление на правильный суд. Человек понес наказание свое. Скажите, а каков порядок и срок обращения граждан в случае длительного непринятия мер по раскрытию преступлений, совершенных в отношении их? Значит, граждане могут обратиться в любое время, значит, в органы прокуратуры. Ихние заявления, сообщения, значит, рассматриваются незамедлительно. Подаются они на волокиту, значит, истребуется уголовное дело, изучается на законность, своевременность принятых решений. И в случае обнаружения волокиты, в случае обнаружения длительного непринятия решений по очередным преступлениям, конечно, мы вносим акты прокурорского реагирования, принимаем меры, даем указания о скорейшем и быстром завершении уголовного дела и принятии окончательного процессуального решения, дабы не порождать вот эти вот жалобы обращения граждан. А существуют ли какие-либо сроки давности по преступлениям? Да, конечно, существует. У нас, получается, согласно уголовного кодекса, один год после совершения у нас, получается, уголовного проступка, два года после совершения преступления небольшой тяжести, значит, пять лет после совершения преступления средней тяжести, 15 лет после совершения тяжкого преступления и 20 лет после совершения особо тяжкого преступления. Но здесь стоит отметить то, что в ходе расследования, если сроки уголовного преследования прерываются, эти сроки не распространяются на это. Спасибо вам, Саян Канатович, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии был начальник отдела по надзору за законностью досудебного производства прокуратуры города Петропавловска, юрист первого класса Саян Канатович Аскаров. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго.